Собственно, здрасте, это, да, Вадим И сегодня у нас обзор такого кальяна, наверное, ну Я долго хотел снять на него обзор, посмотреть, пощупать, покурить Понять, что это за кальян, потому что выглядит он реально интересно И, как бы, наконец-то он попал ко мне в руки Вот такая вот коробочка, это Starbuzz Carbine Что могу я сказать про компанию Starbuzz? Они сделали когда-то в свое время культовый табак Они сделали в свое время культовые кальяны Это Starbuzz а-ля Халил Мамуны, неразборные шахты, да? Они охуенные, в Мамуне до сих пор на них работают, как бы, и все заебись Да, и мне не нравится средняя хорошая тяга с сопротивлением И тут-то, чпах, появляется карбин Какой-то экспериментальный кальян Упакован он очень пиздато, такая красивая, хорошая коробочка с красивыми изображениями И этот кальян мне предоставил магазин Ошиша Поэтому большое спасибо Ошиша, большое спасибо Валерия Я не знаю, нужно тебе его возвращать или нет Но я бы тебе его не вернул, я бы оставил его себе Давайте, собственно, потихонечку разбираться Что с этим кальяном происходит Из чего он сделан, как он сделан Сейчас, секундочку, я забыл угли поставить Так, врубили плиточку Из чего он сделан, как он сделан И, собственно, как он курится, да? Я его уже покурил, наверное, раза 3-4 И сложилось свое мнение Собственно, внутри вот такой вот коробки Был еще шланг И были щипцы старбазовские Я их не смог упаковать обратно И вообще не понял, как он был запакован Потому что у меня очень долго нихуя не получалось Я просто, ебать, тут нервничал так Что охуеть просто Давайте начнем, собственно, с того, что мы видим Мы видим, в первую очередь, чашку А чашка сразу говорит о многом Вот эта гнилая, тонкая чашка А-ля, знаете, вот когда с родными кальянами китайскими Типа Эми Короче, как назывались, я не помню Эти кальяны С ними шла вот такая керамическая родная чашка Вот это такое же абсолютное дерьмо Которую сразу можно будет выкидывать на парашу Но я пока не выкидываю Потому что не знаю, нужно мне его возвращать в магазин у шиши или нет Следом у нас идет В такой вот картонке Вот такое вот фирменное блюдце Старбаз Карбин И оно очень тоненькое, но очень прикольное Со звездочкой Блестит, все хрустит Блядь Хрустит Далее Мы сейчас откроем нашу вот эту первую залупу И мы здесь видим сразу коннектор Коннектор Ну Такое себе на самом деле удовольствие Да, но он очень тоненький И все это сделано из анодированного алюминия Единственное, что здесь не из анодированного алюминия Это резинки Потому что они резиновые И внутренняя часть шахты Она, соответственно, из нержавеющей стали Ненавижу, когда мне звонят Забываю постоянно переводить в режим Полет Ладно, давайте возвращаемся к Старбазу Как я и говорил, здесь только из нержавеющая внутренняя часть трубки Все это выглядит футуристично, космически и военно У меня еще раз цветочка такая прикольная Очень похожа на милитаре, да? Похожа очень на дуло То есть стволы М416А М16 М416 Просто, короче, я не шарю Вот такой вот ствольчик Но Тут сразу же мы видим что? Мы видим этот ебучий Китайский, сука, блядь Коннектор Понимаете? Это ебучий китайский коннектор Сразу палится Просто ебать Старбаз, блядь Ты такие кальяны, сука, делал дурные Что это за китайский заказ у тебя? Ты что? На своем производстве такое не мог сделать так Чтобы это было не хуёво Плюс Вот эти ебучие отверстия, да? То есть Ну, я не знаю Ладно, сейчас будем курить Все это разберем Давайте идем дальше У нас такой маленький анбоксинг Мунштук прикольный Тяжелый, хороший Такой Сделан под вид патрона какого-то Ну, я не знаю Ну, прикольно, да? Как бы есть и есть Внутренняя Нижняя часть Нижняя погружная часть Тоже сделана из нержавейки Но вот Диффузорная часть Которая, кстати, раскручивается Да? Она, блядь, честно Вот скажу вам Она сделана как будто Из пластика Покрашенного серебрянкой То есть Ну, это крайне какой-то Детский вариант Вот Из очень тоненького Тоненького алюминия И, ну, выглядит это Довольно-таки Как-то, ну, неприятно Да? Далее Есть вот такая вот штучка Это такая шайба И она с таким эффектом 360 То есть Можно, ну Кальян крутить Как тебе угодно И, собственно, ничего не раскрутится И ничего не упадет Так Есть у нас еще Вот такой вот Коннектор Под шланг Который втыкается В портик Тоже довольно-таки Прикольный Массивный Интересный Да? И, собственно, Сама колба Вот насчет колбы Вот можно будет Немного поговорить Сейчас более детально Сейчас я поставлю Чтобы видно было Да? Чем? Раскручивается, собственно Она вот так вот Сейчас мы ее раскрутим Вот так вот она раскручивается У нас здесь вот такой кожух В который Стройная китайская подсветка И Вот это вот снимается Это колба Колба Колба, знаете, на что похоже? У меня макароны, блядь Дома стоят в такой же Стеклянной штучке Из икеи Это очень тонкое стекло Прямо реально тонкое Если ты будешь его засовывать И хорошенько приложишь Об этот же кожух, да То считай Пизда колби И такую найти Разве можно только с икеи Я думаю, подобрать можно Без проблем Плюс, ну, и вот такая вот штучка И все это вот так вот закручивается Все вот тут вот так вот встает Есть подсветочка Она, кстати, тоже снимается Но там даже батареек нет Поэтому я даже врубать ее не буду Далее в коробочке есть Ножки Под кальян То есть, да, это кальян Стоит на вот таких вот ножичках Ножички тоже сделаны качественно Но вот резьба на ножках И резьба на самой шахте Куда это все прикручивается Сделана просто отвратно Собственно, давайте сейчас соберем наш кальян И посмотрим, что к чему Так, это у нас Вот даже вот сюда я закручиваю Я понимаю, что я просто ужасно Это все закручиваю Вставляет все плохо Резьба как будто уже сейчас развалится Поэтому, если вы владелец такого кальяна То соберите его один раз Здесь уже резьбы уже нет Кажется А, все, попал И больше никогда в жизни его не разбирайте Идея, возможно, крутая Но реализация очень сильно косякнутая И я думаю, нужно было все до конца переработать Так, чтобы, ну, это было полностью индивидуально Не нужно было засовывать туда коннектор Так Там у меня ничего нет, кроме подсветки Сейчас вот так вот поставим вас Вот так вот Не нужно было засовывать в этот кальян Коннектор от китайских кальянов Ну, это реально, это что за позор Вот старбас, это что за позор Собственно, вот так вот это все закручивается Да, и мы видим, что здесь просто элементарно Две максимально нерабочие дырки Прям вообще-вообще Потом Вот эту часть Шайбочку Мы Вот этой стороной Вот этой стороной закручиваем Так, закрутили, да? Все, эта часть у нас крутится То есть шахту можно крутить, вертеть Потом закручиваем вот эту часть Ее можно даже не крутить Можно крутить чисто реально нижнюю шайбу И все будет хорошо Так, дальше у нас идет блюдце И, собственно, коннектор под чашку Ну и вот сюда вот Коннектор Кстати, шланг, да, я закручивал Потому что я не мог сообразить, как его туда вставить Так Это у нас идет вот сюда Это вот сюда И это вот сюда Вот так вот он выглядит в сборе С вот таким вот мундштуком И он, собственно, вот так вот спокойненько Дружненько вводит хороводы По вашей компании То есть этот кальян идеально подойдет До людей, которые любят курить один кальян восьмером Просто ставишь на центр стола И они его крутят Плюс есть с ножки Сошки А, я понял, почему они сделаны Это сошки На автоматах такие ставят Для увеличения, то есть, ну Стабильности при стрельбе, короче Сошечки И вот так вот вы его крутите Дружно, по кругу, передавая И он никуда, собственно, не упадет Потому что эти сошечки добавляют Думаю, просто огромную Огромную кучу стабильности То есть, что он не перевернется И все остальное Чашечку я уже забил Это у меня чокуминт и панмасала От Дафтика И давайте, собственно, сейчас у меня подойдут угли Мы это все разыгреем Раскурим И я расскажу вам еще парочку интересных вещей Про этот кальян Пока закидывал угли Короче, краска на щипцах Начала дико вонять Я думал Ну, раз щипцы есть в комплекте Почему бы ими не воспользоваться Оказалось, что это обычная краска Максимально обычная Не жаростойкая, а обычная Короче, я поставил чашку на наш кальян Налил в него воды Подсветочку, к сожалению, вы не увидите Как она красочно, красиво моргает Ну, мы сейчас покурим И я расскажу пару вещичек про него еще Теперь, давайте по фактам Как он курится? Курится он хорошо С таким сопротивлением Но Как он продувается Это пиздец Чуть-чуть Чуть-чуть даешь Хорошего такого давления И он начинает топить чашку Моментально просто Также За счет того, что те две дырки Расположены абсолютно неправильно Колба, в принципе, вообще не продувается И еще он сифонит Пузыренок видели, да, какой? Так, давайте теперь, собственно, уже пройдемся по всем аспектам Внешний вид Супер Качество исполнения Так себе Качество колбы Так себе Могли сделать потолще Коннектор под шланг Китайское дерьмо Блюдце очень тонкое Щипцы Покрашены обычной, блядь, золотой краской Так себе Сошки Вкручиваются хуево Резьба на них залита вся краской Подсветка, ну, кому-то прикольно Кому-то нравится По тяге все нормально По продуву все дерьмово Общая оценка Ну, не оценка, наверное, а такое мнение Я бы, наверное, бы Купил бы чисто для красоты Ну, и чтобы рубить бабло Типа у нас есть старбас карбин Да, как бы, да Ходите, охуенный колян Ну, вот старбас карбин у нас есть Стоит он 5000 рублей На нем покурить, да, как бы Где-нибудь в регионах, да, подальше Мунштук, в принципе, удобный Такой массивный, хороший Я люблю очень тяжелые мунштуки Я люблю, когда, блядь, ты его чувствуешь В руках Шланг охуенный в комплекте Ну, еще большой плюс Сама коробка Очень компактная Также плюс в том Что это максимально полный комплект То есть там даже чашка есть Пускай дерьмовая Но она в комплекте Шланг Мунштук То есть, ну, ничего докупать не нужно Купил коробку карбина И все, как бы, радуйся, да Поэтому вот так вот Такой вот обзор карбинчика Думаю, все детали я Такие прям важные Я озвучил Качество исполнения Ну, нормально Кроме вот этого, блядь Это что, блядь Что за ебаный коннектор Могли сделать покрасивее Это вроде как-никак старбас Ну, вот так, собственно Это до воды Ставьте лайки, ребят Ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok